Добрый вечер, дамы и господа. Я не могу пройти такого события, как «Так, давайте поможем Ютубу», который... Вот я только что посмотрел видео Ларина на эту тему, и естественно, что мне кажется, что это высказывание, то есть то, что он предлагает, это абсолютно дискриминация, и я не знаю, но мне не хотелось бы употреблять более крепкие слова, я буду обходиться словами в рамках нормального лексикона, скажем так. Итак, что такое для меня Ютуб, и почему я не хочу помогать Ютубу так, как предлагает Ларин? Да потому что, если я соглашусь с теми, с таким предложением, то, значит, собственно, мне говоря, просто смотреть нечего будет в Ютубе. Я не хочу смотреть суррогат телевидения, да, я не хочу смотреть так называемые полупрофессиональные суррогатные телепрограммы. Мне достаточно какого-нибудь дождя, чтобы видеть это суррогатное телевидение. Такие каналы, которые пыжатся изо всех сил. Я уже высказывался, на самом деле, по этому поводу о профессионализме в Ютубе. Ну, и приходится повторяться, потому что, в общем-то, тема опять образовалась, а то моё видео никто не видел, наверное. Подписчиков у меня мало, канал не монетизирован, поэтому я, естественно, маргинал совершеннейший. Но, тем не менее, в области Ютуба я маргинал, конечно же. Никто меня не смотрит. Но мои фильмы смотрят на фестивалях, ну, скажем так. Вот если бы принять то предложение, которое декларирует Ларин, то тогда, на самом деле, никакого фильма о дураках здесь не место просто бы не было. Потому что таким людям, как Астахов, в Ютубе не было бы просто места. Астахов бы платил 40 долларов в год, и я очень сильно в этом сомневаюсь. Платил бы 40 долларов в год ГАМАЗ – это абсурд просто. То есть такие люди, они не смогли бы это сделать просто-напросто по разным причинам. Потому что у некоторых из них там вообще нет понимания, что такое электронные деньги, кошельки, там, всякие дела. Вспомните наивного ГАМАЗа, который там хотел вдруг в какой-то момент собирать деньги от своих просмотров. И как над ним стебались все и так далее. И что в результате вышло, да ничего. Ну, ГАМАЗа сейчас уже нет, да. Можно сказать, что, конечно, он ушел из Ютуба не из-за таких предложений. Но потенциально, если такой ГАМАЗ появится, то опять появится. Да, почему нет? То есть, и вдруг он столкнется с такими проблемами. Вот с такими вот проблемами. То есть, да, школьник, который бьет себя электрошоком в коленку или там куда-то еще, мне намного ценнее, чем какие-то профессиональные, так называемые, профессиональные псевдо-телеканалы, которые на Ютубе образуются. Я таких не смотрю. Зачем мне их смотреть? Потому что у них нет вообще никакой ценности, никакого откровения. Это все, ну, как бы желание понравиться какой-то такой широкой публике, широкой аудитории. Летсплей, да, я смотрю летсплей. Да, ГАМАЗ – это гений летсплеев. Я по тысячу раз пересматриваю все это, потому что это круто. Если бы таких людей, как ГАМАЗ, не существовало, то вообще, ну, а что делать в Ютубе? Что? Что смотреть причесанного Хованского, который мне был лично очень интересен, приятен, именно когда он стоял у стенки с каким-то нелипым галстучком в кличатой рубашке. Тогда он был настоящий. Сейчас это какая-то странная подмена, ну, какой-то такой, опять же, сурагат телевидения с какими-то телепередачками, с какими-то шоу с актерами. Ну, как бы его друзьями, конечно, да, ну, я не знаю, цель, что ютубера разбогатеть, получить там, купить квартирку и все такое. Вот эта цель, зарабатывать в Ютубе деньги, мне кажется, что это все чушь собачья. Ютуб, это для меня, это способ откровенного высказывания, совершенно радикального, какого угодно, самого безумного. В Ютубе и так очень много ограничений. На самом деле, у того Ютуба, который существует сейчас, очень много ограничений. И меня там банили за какую-то ерунду. Банили за собственный фильм «Выблитки», да, который, фрагмент из которого я в свое время пытался у себя на канале размещать. И меня Ютуб забанил за то, что я якобы нарушаю авторские права. То есть, я украл контент у самого себя. То есть, я не могу фактически Ютубе доказать, что я автор «Выблитков». Тоже очень комичная ситуация. Вот, или меня там в свое время взломали мой канал, и кто-то там запостил какие-то порно бесконечные. То есть, это были даже не порно-ролики, а просто какие-то картинки. Мне пришлось их вручную удалять там. Это были какие-то сотни порно-картинок, одних и тех же. За которые меня Ютуб решил забанить, потому что я якобы запостил на своем канале порно. Вот. Потом, значит, Ютуб меня банил еще за какие-то глупости, то есть, за использование якобы чужого контента, опять же, который был чисто моим, и так далее, и так далее. Вот, за, опять же, там, порнографию какую-то, где я не мог доказать, что это кадры из моего фильма. Это был фильм, то есть, отрывки из моего нового фильма, короткометражного, с Адамом Зарецким. И, где тот, да, ходил без штанов, но и что из этого? Это художественный фильм, то есть, произведение искусства, он к порнографии никакого отношения не имеет. И вот представьте себе, что вводят такие предложения, которые Ларин оглашает у себя. Что будет? Ну, никакие школьники, понятно, не появятся. Мой любимый Джоник Македонский и кто-нибудь еще, для них просто это все будет закрыто. Они ни при каких обстоятельствах не смогут ничего пастить. Они и так, как бы, редки птицы, да, любимый ревбач тоже, так сказать, это... Ну, как бы, я смотрю, да, я смотрю сумасшедших, я смотрю психов, я смотрю фриков. Потому что я сам псих, фрик, сумасшедший, ну, как бы, как сказали, 50-летний человек с интеллектом 16-летнего. Да, вот такой я. И мне это все интересно. Ну, я потому что художник, пусть, и с интеллектом 16-летнего ребенка. Вот, ну, тем не менее, я художник какой-то, которого кто-то смотрит, кто-то любит, кто-то ненавидит. И я черпаю вдохновение из Ютьюба, когда я смотрю все такие видео, неформальные, совершенно неряшливые. Мне, например, очень нравится канал Тунеядцы, очень-очень нравится. Потому что он нарушает все правила, все догмы. Это совершенно сумасшедший канал. Я когда-нибудь сделаю специальный обзор на него, я почему до сих пор не сделал. Потому что Тунеядец меня интересует, конечно, как актер. Я думаю, что замутить с ним, конечно, обязательно кинопроект. Ну, если он будет жив, если я буду жив, то есть много всяких обстоятельств, из-за которых я не могу сказать, что я это сделаю на 100%. Судьба там вмешивается, как-то носит какие-то свои коррективы, я не знаю, там все, да. Все может быть, я человек уже, так сказать, к сожалению, не 16-летний, то есть может быть 16-летний душой и интеллектом, но фактически возраст моего тела 50 лет, так что все может быть со мной, может быть и с Тунеядцем, и с кем угодно. То есть все мы под Богом ходим, так что, что там загадывать. Ну, получится так получится. Поэтому Тунеядец, извини, не могу сказать на 100%. А канал хороший, нарушает все табу, нарушает все так называемые требования, то есть все те рамки, которыми хочет рамировать Ларин. Такое вот производство видео в Ютьюбе. Почему мне нравятся такие вещи? Потому что они близки к панку, потому что они близки к анархии, потому что они как раз не рамированы ничем. Если они будут рамированы, значит, это все, как бы искренность, до свидания. Просто до свидания. Ларин в данном случае мне очень напоминает всяких кураторов. То есть на самом деле он просто говорит именно как современный куратор такой, истеблишмент куратор из какой-то очень престижной, хорошей галереи, у которой есть так называемая политика. То есть политика – это качество. То есть ты не придешь с улицы в такую галерею и не принесешь свои там огрызки карандашей, грязную бумагу, там, не знаю что, да, поломанные лыжи, и не скажешь, что это твое искусство. Ты должен принести там, ну, например, роскошные картины, роскошные фотографии, роскошные инсталляции, то есть все очень качественно сделано за большие деньги. И даже имея все это, ты просто так туда не попадешь. То есть такова уж галерейная практика без специальных знакомств, без связей, без всяких прочих сложных штук в такую галерею не влезть. И вот Ларин пытается предложить нам сделать такую галерею из Ютьюба. То есть фильтровать контент, фильтровать базар, фильтровать много чего еще. И что будет? Что будет? Это будет, ну, такое очередное телевидение, где, например, там какой-нибудь ведущий на дожде, да, говорит Белковскому, когда тут говорит, что лежит жопу Путина, тут сразу дергается этот несчастный ведущий, говорит, ну, не надо использовать такие слова. А Белковский ему отвечает, ну, а что, то есть, как бы, это же, так сказать, немат, это нормальное слово. Он говорит, ну, полу, полу, как бы, то есть даже слово «жопа», «лижут жопу», это, как бы, уже недопустимо. А это вот, типа, там, как бы, прогрессивный канал, да? Совсем смешно просто. Это просто совсем смешно. И вот вы хотите, чтобы Ютьюб был таким? Ну, извините, ребята, нет, я просто голосую всеми конечностями против, естественно. Я не буду диз там ставить Ларину или писать какие-то злые комменты. Я вот все, как бы, сказал в этом видео своем, вернее, в этом своем монологе, да, и мне нечего, наверное, добавить больше. Я могу просто вспомнить каких-то еще людей, которые мне дико нравятся, нарушения, да, вот по подлоцплейщиков, которые якобы вообще не трудятся и которых, как бы, надо тоже как-то ограничивать, как говорит Ларин. Ну, это же чушь, что, значит, просто играют, просто записывают, просто там гадят, засоряют контент. Это же не так. Ну, есть, конечно, наверное, люди не очень хорошие, не очень в этом смысле. То есть, что значит нехорошие, да? То есть, те, которые молчат. И просто идет игра, а они молчат. Ну, вот это вот, как бы, неинтересно. Ну, могу ли я требовать от этих людей, чтобы таких не было вообще? А может быть, они когда-нибудь заговорят? Вполне же такое возможно. Напротив, любой наив, любая фриковщина, любое что-то обнормальное, это как раз и оживляет YouTube. Это делает YouTube чем-то, ну, как бы, уникальным. Потому что это та медиа, которая позволяет всем этим людям высказываться. И если ее превратить в нормальное телевидение, то что же будет? YouTube просто вымрет. Это будет умилое, прилизанное, причесанное. Очередное телевидение. Ну, таких много. Зачем нам еще одно телевидение? Ну, уйдут люди из YouTube, уйдут на конкурирующие ресурсы. Ну, вот как многие ушли, например, на Смотри.com, еще куда-то, на Dailymotion, там, не знаю. То есть, есть же просто люди, которые только делают, что занимаются трансляциями, где все что угодно себе позволяют. Ну, и там начинают банить, и там начинают, как бы, придумывать какие-то правила, что можно, что нельзя. И таким образом, вот эта вот цензура, как бы, самоцензура или цензура админа в кого угодно. То есть, я против вообще всех правил. Против правил. Вот, как бы, есть возможность что-то заливать, и есть, как бы, что залить. И есть какие-то психи и фрики, и это здорово, что они этим всем пользуются, что для них эта медия недостаточно сложна, то есть, что они способны ее осваивать, эту медию, и заливать свое безумие. А причесанное телевидение, до свидания, не хочу такого. Не хочу и тебе помогать таким образом. Так что, сори. Спасибо за внимание. Чего-чего, подписывайтесь на канал. С вами был Олег Мограммати. субтитры Алексею Дубровскими, обでしょうке. Субтитры Алексею Дубровскими,